Итак, дорогие друзья, продолжаем работать, настраивать SpaceMax. Сергей написал, что очень трудно. Я поставил программу, которая будет отображать буквы. И написал, для того, чтобы написать перстрочек, прыгал 5 часов. Сереж, все получится. Сейчас я отвлекусь немножко от настройки и расскажу, что SpaceMax пользоваться просто. Начнем с ВИМ. Вот здесь, где я даю ссылку под видео, где наши настройки, внизу я добавил статью. Таких статей много. Просто когда вы начали прочитать эти, писать, качать шпархалки по ВИМу, то это тупиковый путь вообще в никуда. То есть ничего не получится. Все намного проще, Сереж. Здесь надо просто разобраться. Итак, вот маленькая шпархалочка. На первое время хватит. И ей можно делать фантастические вещи. Сразу переходим к делу и показываю, что в чем суть ВИМа. Перейдем на наш файл гайд. Так. А, я же не щелкнул сюда. Наш файл гайд. Теперь, смотрите, Сереж. Вот смотрите. Например, смотрим. Копирование. То есть по-английски двои. Ну, UU, UU, да, я называю. Значит, теперь смотрите. Учить ничего не надо. Надо запомнить несколько команд. Теперь, дальше смотрите. Перемещение вниз. Например, это G большое. И мы внизу в самом. Так вот, Сереж. Теперь эти команды можно просто соединить. Вверх 2GG. Теперь смотри. Если мне надо скопировать весь файл. То я нажимаю. Почему их две? Вот не задумался. Вот я объясняю теперь. Две, потому что вместо второй может быть любой символ. Я нажимаю U. И я соображаю, как. Ага, вниз файла. Вниз файла. Это большое G. Я нажимаю G. И теперь давайте-ка мы с вами перейдем в другой файл. FF. Нажимаю. И перехожу в файл. Тест файл. Здесь. Здесь. Пока вот так я сделаю. Вставлю P. Смотрите, весь файл вставился. То есть, по сути дела, учить ничего не надо. Надо просто один раз разобраться. И эти команды между собой просто-напросто методом научного спаривания, как там тыка, делать. Смотрите, теперь. Я хочу удалить все отсюда. Это у меня тест файл. Значит, удаление строки 2D, D, D удалил. Но, опять же, если, если, я знаю, что удаление работает и со строками. Например, мы с вами выставляли относительную. Я выставил, пошли 1, 2, 3. Я могу удалить, допустим, как мы говорили, до 11 строки. То есть, нажимаю D, 12, ой, 12, D. U открыл. Стоп. Что-то не то. Такое еще. Я перепутал. Просто когда пальцы, а когда начинаешь думать, наоборот. 12, D. D и удалились. Но то же самое я могу сделать и со всем файлом. Если я знаю, вот сейчас беру, проверяю, нажимаю Shift, G, и я внизу файла. Значит, эта команда 100% будет работать и с удалением. Просто теперь я, для того, чтобы перейти наверх файла, мне надо было запомнить G, G. Два маленьких, да. Теперь вполне понятно, да. что если я хочу удалить весь файл, то я наберу D, первое, символик, и дальше G, Shift, G. Весь файл очищен. Все. Здесь не учить надо. На самом деле, запомнить надо несколько команд, которые основные и вполне логичные. Понимаете? А все остальное вырабатывает каждый сам под себя. Одни так, другие так, потому что я часто вижу, да, человек спрашивает, а как там удались столько-то символов? И ему пишут там кучу букв. Конечно, человек пытается запомнить эти буквы. Да не надо ничего запоминать. Ставка. Здесь Vim два режима. Давайте пока мы U отменим. Отменили. Все появилось обратно. Итак, режим первый визуальный. В нем нельзя писать. Чтоб я не писал, нельзя писать. Для программистов это чудо. Но в нем можно редактировать текст. Сейчас мы перейдем. Второй режим. Режим вставки. Это почитайте. Вам сейчас надо запомнить две всего команды. Буква И и внизу Я просто не нажал. Буква И и внизу появилось insert вести. Да? Если я хочу допустим второй вариант который вам сейчас понадобится со следующей строки буквочку П Ой П Это я Тьфу О Я же говорю пальцы Пальцы запоминают уже давно запомнили а руки когда начинаешь пальцы быстрые И со следующей строки я могу вводить любые символы То есть когда я хочу выйти из режима где пишу текст я нажимаю escape Я вообще escape могу всегда нажимать если я не уверен забыл в каком режиме нахожусь escape escape нажал один два раза не важно все теперь я визуальном режиме теперь смотрите здесь есть четыре простые вещи вообще эти простые вещи которым подчиняется вообще все в ВИМ есть четыре буквы на клавиатуре H так H дальше G дальше K дальше L давайте расставим немножко сделайте вот так сделаем по другому проверим сначала escape и нажмем G мы двигаемся вниз отлично вы можете сделать примерно вот так для себя просто файлики поиграться дальше L и расставили так по кругу поняли да стрелочка вверх будет у нас что проверяем проверяем K да начинаем запоминать G G она напоминает стрелку вниз и от нее пляшем G вниз значится получается H влево K вправо а L она просто последняя тут вот и все так так вот G вниз K вверх L вправо давайте-ка попробуем теперь по-другому сделать сделать вот так скопировать U 5 L ой отменю ну то есть V M 1 2 3 4 5 символов иными словами этим законам будет Vim подчиняться все то есть если мы нажимаем G чем-то то это будет вниз это уже пойдут потом у вас модификации когда вы поднотореете сейчас это не надо я просто объясняю законы теперь Word на слово вперед V B B назад так это же во всех браузерах вообще во всем программном обеспечении B всегда назад вернуться если вы обращали внимание это все так делают то есть на слово скопировать слово берем U V попробуем сейчас ставить P ну то есть здесь не надо ничего учить запомнить надо десять слов всего и то как запомнить берите да делайте и делать надо не по каким-то вещам а в процессе работы по сути дела но давайте разберемся что вам нужно в большинстве случаев нужно что давайте так сделаем в большинстве случаев что вам надо вернуться вперед назад смотрите это работает и в терминале вот команда вот простая команда у вас если большая клавиатура есть справа от основной клавиатуры 369 клавиш которые над стрелками там найдите home и end home это всегда начало end конец на мобиле это очень удобно ну здесь то же самое end конец home начало ну vim кому-то удобнее нажимать знак доллара кому-то удобнее нажимать чтобы сначала вернуться 0 выберите сами но вот это home end будет работать во всем программном обеспечении это вам надо надо дальше смотрим что нам еще надо удаление удаление строки если просто строки 2d dd ну это вот единственное запомнить дальше вы просто это складываете путем практики если надо удалить одно слово одно предложение смотрим откройте себе вот так как я открыл на предложение назад то есть это где с точкой ну вот берем вот мы здесь находимся чтобы нам не прыгать что мы делаем мы хотим удалить значит нажимаем d дали команду удалить и на предложение до точки да вот стрелочка все удалилось сереж смотри это надо просто чтобы кто-то объяснил а не спрашивать дальше если что-то не то сделали нажимаем you отменить хорошо нам надо выйти допустим другое слово б на слово назад значится что дальше давайте пробовать так удалить значит d b удалили слово ну это же очень просто просто надо чтобы кто-то объяснил дальше я хочу если я хочу вставить со следующей строки что мне надо запомнить о вот я на следующей строке если я нажму и insert уже перейти в режим да то есть о я нажал когда хочу перейти с визуального в режим вставки текста я могу это сделать двумя вещами и если я нажал прямо здесь и отсюда буду писать видите insert если я хочу со следующей строке нажимаю о тоже insert но в следующей строке вообще почитать на первое время этих двух вещей вам больше чем достаточно надо переместиться вниз escape g да пошли переместились давайте попробуем g как работает в визуальном режиме 5 g стоп ну правильно возьмем вот посчитаем отсюда раз два три четыре пять шесть шесть g вот я здесь ну вверх всегда будет символа g k l h обозначать вверх низ лево право то есть привязана будет ко всему вим значит давайте я попробую это из при при копировании использовать значит соберу ю вот тут же у меня относительное десять 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 беру перемещаюсь при помощи g k вверх вставляю p все отлично работает не понравилось удалил чем крут space max space mac крут тем что здесь вы используете все что вот вы вам удобно смотрите вы же не будете чего-то там учить я сказал что смотрите вот у нас есть давайте возьмем маленький фрагмент работы вы должны начать работать по редактированию файлов особенно с кодом по блокам вот я говорил давайте ориентация по файлу переход строке по сути дела вам хватит трех вещей и все они будут работать что-то вам полюбится что-то нет но берем то есть получается у нас здесь еще получается ой я не то нажал значится и плюс вим да плюс вим так вот у вас есть в распоряжении вим у вас есть в распоряжении сейчас мы попробуем готалайн переход при помощи ави и у вас есть переход к конкретной строке плюс поиск по файлу то есть вы можете выбрать четыре вещи но давайте давайте вещь первая вот у нас строки да идут вот сюда к 18 строке мы можем перейти как первый вариант можем просто вот так вот к переходить да долго не идет идем назад g поэтому и говорят что отвыкайте от стрелочек вим потому что с этими клавишами все связано давайте попробуем второй вариант пробел вот он на нем курсор пробел дальше g дальше l разукрасилась вон 18 у нас обозначает строка hs нажимаем hs перешли понравилось так делаем дальше я знаю что мне надо перейти допустим на третью ну вот пусть будет чем с пятая строка я могу перейти при помощи m то есть это alt space и max m это alt мета еще там есть то что незнакомо это red red это enter то же самое то есть если написано m g g то я нажимаю alt ой я не перешел сюда alt i g g так стоп i g g вот got a line i g вместе я говорю что и перехожу 75 строка enter все перешел то есть мышь мне совершенно здесь не надо дальше вариант который я бы мог использовать это пробел и ss мы его уже знаем просто чего-то ищу org modern мне например надо я на него и перехожу то есть вы начинаете с блоков и так как вы видите vim буквально удобен буквально прост у вас появятся абсолютно свои смешения клавиш и простую споргалку и просто положите на бумажном листе перед собой что пода место на экране не занимало и дальше просто начните работать да у вас где-то через определенное время недели три вы увидите что выработаются свои привычки и вам больше не надо будет ни у кого спрашивать потому что кому-то одно удобно кому-то второе вот теми хорош vim что здесь вы совершенно не боитесь ничего поломать все можно все у вас на ладони и все осознанно потом пальцы будут быстрее все делать есть допустим команды вы можете смотреть вот удалить от курсора до конца строки вот мы здесь находимся да то есть нажимаем s удобно удобно не надо ничего выделять escape дальше ну в общем вы поняли смысл очень прост то есть не шпаргалки надо смотреть где написаны куча букв 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 я шучу букв куча букв где люди пишут это они для себя писали да а на самом деле надо просто вы будете делать какие операции ну удалил слово удалил предложение удалил кусок кода все это будет вкладываться в парадигму там трех вещей и там удалить слово удалить три слова удалить там до конца абзаца и так далее все все поэтому просто берите и пробуйте сейчас еще видео запишу по самому спейсмакс то есть въезжать здесь не во что главное просто вы разобраться с командами которые как я говорил вы делаете сядьте просто и подумайте в обычном редакторе мне надо что копировать ставить и по сути дела просто начните работать и вам по ходу надо будет что ага мне надо удалить слово то делайте вот как я показывал а потом оно у вас вывалится и записывайте вот вы удалили слово пример там пишите да я удалил слово там давайте попробуем то есть записывайте вот допустим скейт вышел да давайте стоп еще сейчас вот кстати очень удобно да куда где мы были да список переходов не выходит бушер да control g нажимаем если не выходит вообще либо q либо control g и записывайте давайте продолжим вот мы хотим скопировать мы знаем скопировать это you you нажали да теперь нам надо скопировать ну давайте посмотрим на предложение вперед то есть до точки оно до точки будет и рассматривать до точки давайте посмотрим на предложение вперед до точки конкретно да то есть мне надо набрать скобку вправо теперь давайте попробуем перейти вверх gg и там вставить нажмем о перейдем на строку escape мы могли перейти вот так при помощи g да и вставляет p ага вот еще один момент видите оно обрезает это нажимаем пробел пока наберем да два пробела это я уже в следующем видео расскажу пока нажмите просто два пробела подряд и trunskate lines вот он да trunskate lines запишите себе эту команду это чтобы не было обрезаний то есть мы могли нажать а тут ctrl x xt это визельюми emax то есть ctrl x x t вот оно появилось да то есть перенеслось начало переносы делать и то что мы с вами делали то есть все легко все вы я надеюсь суть лови для ребят кто не ушколит сейчас разбираемся с редактором очень мощным это и и д и и редактор и все вместе спб и здесь почитайте devhackers это и разработка и обучение разработки то есть ведете жизнь разработчик с первых дней спасибо за доверие